еще раз скажите кто вы космические космические атеисты за что вы боретесь для чего это будущее для совершенствования цивилизации для чего совершенствовать цивилизацию рабами кого вы сатанисты а что плохо что плохо в том что человек служит богу бог учит любви сатана учит ненависти бог есть человека любит сатана есть лжеца человека убийца наука и религия они тождественны в этом я с вами согласен религия не противлечит науке наука истина не проречит истинной религии лже наука противоречит лже религия лже наука они тождественны то есть там где и что мы приверженцы версии войтма кто это такой поклоняетесь какому богу перу ну это бог космонавтики можно и так сказать а юрий гагарин мученик получается у вас по вашему чем его жизнь закончилась великим триумфом я слышал он разбился на самолете на экспериментальном почему перун его не никак не не дал ему другую смерть своей смерти умереть почему такая несчастная кончина внезапная вашего бога не существует а как вы поклоняетесь умершему он воскрес я поклоняюсь умершему и воскресшему я верю что он воскрес что он жив а где он сидит одесную бога отца на небесах и жду второго его пришествия когда он будет судить вселенную ибо он творец неба и земли и всего что на него я патриот отечества небесного мой отец бог имя ему и голос сущий переводится цель странствия ну примерно такая же как у вас вы хотите чтобы найти единомышленников поклоняющихся перу ну а я хочу найти единомышленников поклоняющимся моему богу христу мне кажется судя по нашему опыту ну однако я нахожу вы нахожу вы свидетели бога нет я православный христианин свидетели егова это ложная секта которая говорит что иисус христос не бог а я говорю что он бог пришедший с неба во плоти распявшийся за наши грехи и воскресший он творец неба и земли троица единосущная и единораздельный отец сын и святой дух не три бога а един что если библия написана каким-нибудь дураком если бы она была написана каким-нибудь дураком ее бы 2000 более не читали бы ее бы забыли также как мурзилку какую-то и все это было на подсознательном уровне ну назовите мне еще одну книгу которую вы читали на протяжении 2000 лет и которая не изменялась бы которая не изменялась бы но я говорю о новом завете которая написана евангелистами марк лука и иоанн она не изменяется мало того что это чудо какое-то что неизменно ее толкование православной церкви другие там конечно пол по своему ее истолковывают и говорят что написано людьми но в самой же библии написано что она написана не простыми людьми а святыми божьими человеками будучи движимы духом святым знаю я готов я я раб божий я этого не не говорю и все святые на иконах называют себя рабами божьими русская православная церковь я я ее член как патриарху кириллу он закона полу законно рукоположенный под патриарх русский но я к слову сказать отношусь не к московской патриархия к русской православной церкви за границей то есть он не мой патриарх я ему не подчиняюсь напрямую узнать что он плавает на яхте дороже чем стоит наше вооружение корень всех зол сребролюбия он за этот грех будет отвечать вот у меня есть возможность его обличать среди интернет у каждого видимо говорили но он не внимает обличать обличением пока бог наказывает мне не дал власть никого наказывать патриарха мне дана власть только его обличать в этом грехе покайся иисус христос не не учил этому он отходит в этом плане он отходит от учения христа иисус христос не на яхте он на осле въехал в город у салим иисус родился в крыму нет не в крыму иисус из назарета назареем лечется вифлеемская звезда вифлееме он родился так написано в каком крыму то откуда откуда вы взяли что в крыму родился я пописка церкви не отношусь я считаю их еретиками потому что они не признают законно рукоположенное священство от апостолов преемство возложения рук во всем остальном я с ними согласен то есть они признают троицу единосущную нераздельную они ближе всего православной к истинной церкви ближе всего они первые от нее одни из первых от нее откололись 1 откололись как католики ничего не могу об этой группе думать потому что я ее не знаю нет очень советую о чем они поют православные тексты как а красиво ну я сторонник более понятного пения нежели красивого если пение красивое но непонятно но она остается непонятным а вот кстати красивые и понятные песни у баптистов я их очень люблю и слушаю сам пою в этом баптистские песнопения они понятные они ну конечно не такие может быть красивые в силу своей простоты но она и простота может быть красивая такая рифма как бы а если бы вот этих хоры пели бы красиво и было бы понятно еще о чем я молюсь уже давно вот было бы очень здорово как вы считаете россии нужен царь царь или вождь россии царь или вождь у нее же сейчас есть президент какая разница просили царя и иудеи когда-то и бог дал им царя как у других народов у них раньше было были судьи свои судьи судили а вот нам надо царя зачем через этого вышло в этом у библии можно после что народ должен выбирать а не бог знаете когда на народ начал есть такой типа в виде анекдота спрашивать бога почему такой царь у нас плохой все плохо у нас все у нас зарплата маленькая там безработица на улице грязь все все такое вот вообще царь ужасный господи почему знаете что господь ответил гидал бы хуже да не нашлось у меня народ может себе такого выбрать изверга что потом и не рад будешь поэтому царь должен быть не имеете права вы перевыбрать вы выбирая царя себе ответственность на себя возлагаете я никогда не хожу на выборы потому что я молюсь богу богу как тебе угодно дал мне царя плохого по моим грехам я соглашаюсь хочу лучше но я не могу его я да я терплю терплю потому что самое конструктивная программа не царь виноват не путин виноват как украине сейчас как может быть у путин виноват в том что на украине вот это вот все случилось он майдан не организовывал войну эту не развязывал вот это это им так хочется думать сами виноваты самая конструктивная программа виноват я я виноват в том что на украине война нет не путин виноват я я виноват что на украине война что я не благовествовал евангелие не благовествовал христа как должно который говорит что во христе иисусе нет ни иудея не елена только иисус христос может примирить два братских народа почему господь почему дети малые умирают почему дети малые умирают хороший вопрос бог дал бог взял книга его советую вам почитать из книги когда сатана искушал его он молился богу за все благодарил сатана пришел к богу это вот ему так не нравилось что он божий раб и говорит мне не нравится что он молится я все сделал для того чтобы он тебе не поклонялся господь иди сделай только душу его отнимай что сатана сделал первым первым делом знаете он отнял у него детей 10 детей у его и пришел такой радостный ну сейчас то он проклянет бога ну и бог спрашивает у сатаны ну и что там все молится благодарить тебя говорит бог дал бог взял и ничего не может послабленный дальше все весь скот у него погубил здоровье у него отнял а он все продолжает бога благодарит терпел и бог ему вернул все вдвойне и детей вернул и все и скота и морг был у него и сатана ушел посрамленный а сатане только и надо там вы хотите сказать что история повторяется конечно она циклична но как бы я православный то есть она началась с грехопадения адама и евы наша история земли не должна закончиться искуплением за этот грех то есть рано или поздно должны принять христа жертву за этот грех покаяться в грехах и вернуться не не в космическое ваше вот это вот какое-то там непонятное перу ну а к иисусу христу к творцу всего и мир уже человек устроен по образу и подобию божию почему мы умираем не задумывались почему гагарин умер почему перун умер ложный бог который не жил никогда как его имя и фамилия его он выдуманный он придуманный вот его придумали люди нету нету книги написанной перуном нету я не читал во всяком случае если бы она была написана и на протяжении пяти тысяч лет она была бы неизменной и и бы не истолковали я бы у нее поверил а так я поверил в христианство ложный путь христианство ложный путь можно вопрос почему вы решили что христианство ложный путь но ложный путь если если вы хотите попасть в ад то для вас христианства это ложный путь потому что владимир покрестил русь тем самым осшибся нас все время до крещение руси до 900 8 было язычество было и это язычество христианство победило вы сейчас хотите его возродить ничего у вас не получится ваши боги ложные понимаете отчасти получится кого-то вы обольстите и кто-то будет поклоняться вашему пердуну кто-то фалосу поклоняется ваши проблемы поклоняйтесь я могу то же самое сказать про Салливана из корпорации монстров какой у вас еще вопрос вопрос очень волнующий один знакомый товарищ вернее одногруппник по университету поклоняется сатане и у него там культ это ему как-то воздастся вообще сатаной сатаной воздастся он будет вместе с ним мучиться в аду вечно согласно православному мучению если не покается а если по кодексу российской федерации поклоняться кодексу российской федерации не понял сейчас вопрос вы сказали по библии и ему это воздастся по кодексу нет я говорю сатаной не российской федерации сатана которому он поклоняется он ему и воздаст чем он воздаст вечным мучением сатана он знает что он будет вечно мучиться и он ищет себе адептов таких же он ничего не может сделать он будет хулить церковь хулить христа он не может он беспокаянный он злобится на всех у лженца человека убийца ему нужно убивать христиан мучить резать все это он злобный сам по себе дух злобы и наша брань сейчас церковь воинствующая мы боремся не против плоти и крови мы не убиваем людей мы боремся против духов злобы поднебесных которых людей толкают на братоубийственную войну иисус христос учит любить любите врагов молитесь за врагов молитесь за гонящихся вас за обижающих вас молитесь и тогда будет мир а не война вас может убить враг в любой момент даже когда я воскресну я верю что я воскресну ты можешь меня убить а если не воскреснете а вот как а вот вы когда умрете тогда и узнаете воскресну я или нет если это все ложь и ничего не воскреснется то получается жизнь была прожита зря нет это ваша жизнь была прожита зря вы жили во зле всю эту жизнь и еще получите в конце жизни вечные мучения вы жили убивая жили для себя вы жили эгоистом я живу для людей для бога мне радость приносит приносить пользу людям если человек не воскреснет то все зря получается почему зря я людям приношу пользу они меня благодарят уже в этой жизни я говорю то что велит мне бог любить людей я живу в любви я радостный а что говорит вам сердце душа и разум я соглашаюсь с тем что говорит библия моя душа она раньше не соглашалась она раньше противилась и так же как и вы хотел жить во грехе хотел пить курить материться убивать воровать я все это хотел я хотел служить сатане сам этого не понимая но потом когда у меня наступила смерть отца в 55 лет и у меня он от рака умер и когда у меня постигла это же болезнь онкологическая у меня лимфосаркова вот у меня шрам на шее вот 10 сантиметров у меня вырезали злокачественную опухоль я стал задумываться а что дальше лопух на могиле и все что за смертью что там за космосом за вашим ну слетал гагарин в космос ну разбился на самолете дальше что ну прославляет его да великий как бы все но и мучеников христов проставляет никола чудотворец василий великий григорьев богослов их помнят столько веков а гагарина может быть забудут через два столетия никто про него не вспомнит всего доброго вам доброго здравия слава христу ну и ну и ну и